Мы считаем, всегда считали и сейчас считаем, и моё это глубокое убеждение заключается в том, что любые столкновения, мы много раз говорим об этом и формулу эту повторяем, любые столкновения всё равно заканчиваются переговорами. И чем раньше они начнутся, тем лучше. И поэтому мы всегда подталкивали противоборствующие стороны к началу прямых контактов. Вот первые контакты, в том числе при нашем непосредственном участии, они состоялись. К сожалению, ситуация усугубляется тем, что киевские власти продолжают проводить карательную операцию на Юго-Востоке. Ведь не останавливаются же боевые действия. Но посмотрите, уже применяют артиллерию, бронетехнику, танки, эти снаряды попадают в жилые дома, гибнут уже мирные люди совсем, даже без оружия в руках. Но, конечно, мы очень рассчитываем на то, что эти прямые контакты, которые начались, приведут к каким-то положительным результатам. Вот я на это очень рассчитываю. Но, конечно, безусловным, без всяких сомнений, условием для того, чтобы можно было достичь такого результата, является прекращение насилия, от кого бы оно ни исходило. Вы сказали, что все мы взрослые люди. Поэтому давайте говорить, как взрослые. Президент Обама, как вы знаете, обвинил вас в неискренности, в том, что вы поддерживаете... Он что, судья, что ли, чтобы обвинять кого-то? Он же не судья. Пускай идет тогда в судебную систему, и там работают. Я думаю, что вы не точно все-таки сформулируете. Не думаю, что Барак меня в чем-то обвиняет. У него есть своя точка зрения на какие-то процессы. У меня есть своя точка зрения.